Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовлю французский яблочный пирог Tarte Aten. Состав этого пирога очень простой, но вкус никогда никого не оставляет равнодушным. Начнем с приготовления теста. 100 г сливочного масла растопим на водяной бане. К маслу добавляем 70 г сахара и также можно сразу добавить щепотку соли. Теперь добавляем муку и 2 г разрыхлителя. В общем, в тесто уходит 200 или 220 г муки. У нас должна получиться вот такая вот рассыпчатая крошечка. Одно яйцо слегка взбиваем и добавляем в крошку. Собираем тесто в комочек. Тесто формируем в красивый ровный комочек и убираем его в холодильник на 30 минут. У нас есть время подготовить яблоки и не спеша приготовить карамель. 200 г сахара всыпаем в посуду с толстым дном, включаем средний огонь и ждем, когда сахар начнет таять. Наберитесь терпения не мешать сахар. Когда большая часть сахара растает, тогда все можно размешать. Огонь также средний, даже можно ниже среднего. Очень важно, чтобы карамель не кипела, иначе она будет горчить. Когда сахар растаял, добавляем сливочное масло. Я добавила в этот раз 50 г, но я советую вам добавить 100 г. Так карамель получается намного вкуснее. Масло растаяло, карамель убираем с огня. Можно добавить ванильный сахар по вкусу. И на карамель сверху выкладываем яблоки. Если у вас нет такой посуды, в которой можно готовить и на плите, и в духовке, тогда яблочки выложите в форму для запекания и сверху залейте их карамелью. Тесто достаю из холодильника и буду раскатывать его между двумя листами пергамента. Продолжение следует... Пирог обязательно убираем в хорошо разогретую духовку и выпекаем от 20 до 30 минут. Все зависит от вашей духовки. Горячий пирог просто плавает в карамели. Вот, посмотрите. Ему нужно дать полностью остыть. Для того, чтобы ускорить процесс, я выношу его на балкон. Обратите внимание, у меня в середине вот есть яблочки, которые не впитали в себя карамель. Одно яблоко было у меня как будто переспевшее, такое сахарное и не очень сочное. Такие яблоки не подходят для этого пирога. Для этого пирога выбирайте твердые, сочные яблочки. Пирог у меня готов. Его с достоинством можно подавать на любой праздник. Я уверена, равнодушных не останется. Если вам понравился такой рецепт пирога, не забудьте поставить лайк. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока!